Сегодня мы вернемся к DaVinci Resolve, ну просто чтобы не забывать. Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Напоминаю, что уроков у нас уже гора, ссылка на плейлист в описании. Популярность их, к сожалению, спадает, но тема цветокоррекции не раскрыта. Это, кстати, Юля Тузова, Порто Юля, весьма и весьма достойный коллектив. Попросила сделать клип, скоро выйдет. Итак, в принципе тут сразу видно и на глаз и по RGB параду, что завален баланс белого. Лучше сразу подровнять. Если вдруг у вас тут нет скопов, значит у вас тут кейфрейм. Переключается здесь. И подравниваем температуру. Видите, температура — это соотношение красного и синего, то есть он оставляет зеленый на месте, а меняет только красный и синий. Можно еще немного вручную подровнять. Все. Ну и кинем лут. Я говорил, что это не преступление, хотя профессионалы лутами не пользуются. Отсюда, кстати, это не так просто сделать. Я, наверное, как и большинство использую фильм Лукс. Использование лутов не преступление, а вот гонка за скачиванием и установкой каких-нибудь эксклюзивных, а тем более платных — это, мне кажется, уже лишнее. Не буду рассказывать, что я сейчас делаю. Смотрите плейлист, там есть урок с рассказом о закладке кей и так далее. Ну и можно финально все немного подровнять. То, что синий у нас тут высоко — это уже особенность лута. А может быть мы все-таки не докрутили баланс белого. Но сейчас не об этом. Ну в целом кадр на первый взгляд неплохой. Но как узнать, неплохой ли он на самом деле? Особенно учитывая, что монитор у вас может быть не откалиброван. Вам нужен референсный кадр. А что это такое? А это кадр из любого фильма, который вас устраивает по цвету. Кадр может и не устраивать, потому что кинобизнес, когда спрыгнул с пленки и у колористов открылись неограниченные возможности, пошел, что называется, в разнос. Мне нравится как красить джармуш, так что его и возьмем. Закинули на монтажный стол и возвращаемся в закладку колор. Для того, чтобы удобнее было работать с референсом, нужно сделать граб стил. Причем если вы закинете его в стилы, то он будет появляться у вас только в этом конкретном проекте. А вот если закинуть его в PowerGrade, то он будет у вас во всех проектах. Поэтому референсы имеет смысл закидывать именно в PowerGrade. А вот наш Билл Мюррей и теперь смотрим, чего мы накрутили в нашем клипе. Выглядело все вроде неплохо, но… Посмотрев на референс, оптимизм мой улетучился. Все какое-то синее и я бы даже сказал мертвецки синее. Тут надо убирать синее, добавлять красного, зеленого. Все-таки RGB парад не соврал. Переборщил я с синим. Меня вообще туда постоянно заносит почему-то. Равняем кадр под референс. И по цветам кстати тоже. Это сложно объяснить, я даже не буду наверное этого делать, как крутить цвета. Это собственно и есть работа колориста и потому они получают такие деньги. Ну потому что знают, что крутить. Но в принципе понятно, что надо добавлять красного и зеленого. А вот в каких пропорциях и где именно, в тенях или цветах, это только опыт и как всегда метод логического тыка. Крутанули, позеленело, вернули как было. Ну вот что-то близкое. Но и это еще не все. Дальше можно проверить себя по вектороскопу. Ну или вообще отказаться от референса, а ровнять кожу по вектороскопу. Добавляем ноду Alt-S. Включаем только ее отображение. Берем пипетку и выделяем кожу. Не обязательно, чтобы было все красиво в общих чертах. Главное, чтобы не было лишних цветов. И выбираем тут вектороскоп. Вот эта линия это усредненный цвет кожи. Чтобы не происходило, цвет кожи у людей одинаковый. И вот эта линия его показывает. Если у вас ее нет, нужно зайти в настройки и поставить вот эту галочку. А еще можно сделать вот так, чтобы было нагляднее. Так мы увеличиваем шкалу вдвое. И в общем-то с радостью обнаруживаем, что мы практически идеально попали в цвет кожи. Можно накрутить saturation или наоборот убрать. Ну тут на глаз. По-моему какого-то правила о количестве нет. Ну и все-таки мне кажется, что немного подзавалено вправо. Проще всего это подровнять оттенком. Видите, меняем оттенок и получается вот такое безобразие. Мне кажется, как-то вот так. Все. Последнее мы сейчас подровняли цвет только в выделенной области. Кстати, по работе с квалифайер у меня, по-моему, не было отдельного скринкаста. Возможно сделаю, хотя там вроде все понятно. Как применить эту коррекцию ко всему кадру? Нужно просто сбросить пипетку. Коррекция у нас при этом сохранится. Давайте, чтобы было нагляднее, я накручу синий. Вот так выглядит кадр. Сейчас синий применился только к лицу. Если сбросить квалифайер, то он применится ко всему кадру. Ctrl-Z. Сбрасываем квалифайер. И вот. Кадр выровнен по цвету кожи и проверен вектороскопом. Что бы там ни говорили, а я буду возвращаться к DaVinci Resolve время от времени. Просто так, для души. Как возвращается человек к милому сердцу хобби. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и любите друг друга. Субтитры сделал DimaTorzok